Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. 14 миллиардов рублей получит Самара на ремонт и строительство дорог. Принимать работы будут общественные советы микрорайонов. Помоет и пропылесосит Самарские улицы, готовят к майским праздникам. Профессионалы в почете. Губернатор наградил лучших в профессии. Без медведя, зато с песнями и танцами цыгане отмечают свой национальный праздник. Футбольных волонтеров проверили на физподготовку. Они пробежали эстафету, посвященную Кубку Конфедерации. В этом году на ремонт и строительство дорог Самарская область получит почти 25 миллиардов рублей. 14 из них выделят Самаре. Губернатор Николай Меркушкин правил рабочее совещание с руководителями компаний-подрядчиков. В текущем году ожидается нововведение в приемке отремонтированных дорог. Контролировать качество и сроки выполнения всех работ будут создаваемые общественные советы микрорайонов. Николай Меркушкин подчеркнул, ни одна из дорог не будет принята без визы общественных советов. Эти органы законодательно оформят в ближайшие три недели. Купить подписи о приемке дорог будет невозможно. Мы не хотим, чтобы это было просто освоение. Мы будем очень жестко ставить вопрос, что эти деньги были освоены настолько качественно, что потом эти работы служили людям 20, 30, 50 лет. Таких денег дальше получать область будет практически невозможно. Большую часть самарских улиц приведут в порядок до майских праздников. Задача убрать мусор с проезжей части. Для этого каждую ночь работают около сотни спецмашин. Пылесосы чистят и моют улицы. За преображением города наблюдала Алина Чемерис. На контроле каждый сантиметр спецмашины со щетками аккуратно проходят вдоль бордюра, очищая дорогу от пыли и мусора. Ночью на улицах города работают свыше 80 единиц техники. Одни подметают и пылесосят, другие моют асфальт. Самарская, Вилоновская, Осипенко, Фрунзе вскоре в порядок приведут треть городских улиц. Работа продолжается, ведем ее в активном темпе. Связано это с тем, что небесная канцелярия нам преподнесла сюрпризы. Результат на сегодняшний день налицо. Работаем во всех районах города. Никакой район не является исключением. Главная сложность при уборке припаркованные автомобили. Они мешают спецтехнике очищать улицы. Поручение у главы города особое внимание территории вдоль бордюров. Жители просят отнестись с пониманием к работе служб благоустройства и не оставлять машины вдоль проезжей части вечером и ночью. Чтобы горожане знали заранее, где в ближайшее время пройдет уборка, выставляют информационные стенды. Разумеется, я это приветствую. Если я увижу такой знак, то парковаться в этом месте я не буду категорически. Сотрудники МП благоустройства также помоют пешеходное ограждение. Остановки, тротуары уберут грязь с газона вдоль дорог. Алина Чемерис, Константин Головин. События. Парк дружбы украсли каштанами. 30 деревьев высадили депутаты Советского района. Теперь вдоль улицы Гагарина с дороги видна аллея депутатов. Мастер-класс по посадке деревьев взяла Марьяна Мирная. Оставить после себя что-то хорошее можно, посадив дерево. И красиво, и полезно. Депутаты Советского района обзавелись собственной аллеей в парке дружба. Выбор пал на каштаны. Дерево-долгожитель может и тысячу лет простоять. Зелень – это жизнь. С каждой посадкой дерева – это как новый ребенок появляется. И когда время проходит, мы, к сожалению, тускнеем, а они развиваются. Идея высадить аллею каштанов принадлежит депутатам Общественного совета Советского района. 30 деревьев предоставили предприятия. В разные годы депутаты высаживали яблони, сирень и вот теперь каштаны. Каштан является символом мудрости и заботы. И я уверена, что в нашем парке дружба он станет символом, знаете, наверное, символом единства, символом дружбы, символом сплоченности и будет радовать наших жителей, наших горожан. Ухаживать за молодыми каштанами будут волонтеры, школьники и студенты учебных заведений, расположенных в Советском районе. Мариана Мирная, Сергей Баскин. События. Ни пыль, ни грязь им не страшны. Активисты молодежного парламента при Самарской городской думе вышли на субботник. На помощь привлекли студентов и школьников Советского района. После того, как они приложили руку к скверу на пересечении 22-го партсъезда и Карла Маркса, территория стала выглядеть иначе. «Чистая Самара. Моя Самара» – лозунг молодежного парламента при Самарской городской думе студенты и школьники восприняли на ура. Закатав рукава, вышли на уборку родного Советского района. Присоединились к ним и молодые люди из армянской диаспоры. Наш долг – это сохранить и передать через поколение все самые лучшие традиции для воспитания. Соответственно, уборка и сохранение чистоты – это одна из основных вещей, которая помогает, в общем-то и целом, сохранять облик города как настоящей части цивилизованного мира. Почти сотни студентов и школьников вышли на газон вблизи остановки общественного транспорта. Здесь, в Советском районе, расположены их учебные заведения. И, конечно, чистоту они создают в первую очередь для себя. «Я считаю, что молодежь нужно привлекать. А мы, как молодежный парламент, должны показывать своим примерам остальной молодежи, что мы выходим, убираемся и показываем этим примером». Весь апрель в Самаре проходят субботники, и город на глазах становится чище и красивее. Вот и сквер на пересечении 22-го партиезда и Карла Маркса по весеннему преобразился. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков. События. Студенты-активисты Куйбышевского района добрались до аллеи дружбы. Сквер «Молодой» его открыли несколько лет назад в новом микрорайоне. Но он уже нравится местным жителям. Сегодня там прошел субботник молодежного движения «Чистый город». Порядок наводили вместе с представителями Союза народов Самарской области. Как это было, расскажет Олеся Корецкая. Аллею дружбы на улице Осетинской открыли в 2013 году. Здесь посадили деревья от представителей различных национальностей, которые проживают в Самарской области. Каждый год аллея пополняется саженцами новых деревьев. А в этом году здесь высаживают 500 кустов гортензии. Пока это маленькие саженцы. За несколько лет они окрепнут и будут радовать жителей пышными шаровидными цветами. А на другом участке аллеи кипит работа. Студенты убирают прошлогодние листья и мусор. Признаются, в такую погоду субботник лучше любых лекций. Просто сейчас погода хорошая. Подышать свежим воздухом, посмеяться с друзьями. Весело, интересно. Почему нет? Почему не сделать город чище? Я считаю, это очень хорошо. Это уже 16-й субботник от движения «Чистый город». 4000 студентов и активистов приводили в порядок самарские парки, скверы и площади весь апрель. Пока не распогодило, ворошили снег. Потом взялись за мусор. Площадь разворошенного снега составляет около 4 футбольных полей. Представляете, 4 футбольных поля разворошили наши ребята, активисты движения «Чистый город» и студенты образовательных организаций города Самара. Постоянные участники субботников отмечают, как аппетит приходит во время еды, так и желание убираться во время уборки. Активисты уже строят планы на лето. Оно будет богатым на экологические акции. Впереди очистка речных берегов и мест отдыха самарцев. Олеся Корецкая, Максим Гусев. События. В Самаре наградили победителей конкурса «Профессионал года». Среди 2 миллионов трудящихся выбрали самых достойных. Это врачи, учителя, спортсмены, тренеры, рабочие и крестьяне. Награды получили организации, где созданы достойные условия труда. Профессионал года в номинации «Лучший фельдшер» Александр Михайлов врачом скорой помощи трудится больше 7 лет. В медицину пошел по призванию. Говорит, с детства мечтал помогать людям. Работа напряженная, в день приходится объезжать десятки адресов. Но сменить профессию никогда не хотел. Высокая награда будет хорошим стимулом совершенствоваться в своем деле. В нашей профессиональной деятельности работать, не развиваясь, абсолютно невозможно. Потому что ежегодно, если не ежемесячно, появляются новые медикаменты, новые подходы к оказанию той или иной неотложной медицинской помощи при заболеваниях. И очень приятно, конечно же, получать такие награды. Конкурс «Профессионал года» проходит в Самарской области в пятый раз. Каждый год лучших в своем деле выбирают по 10 направлениям в 66 номинациях. В последние годы в регионе сделано много для того, чтобы поднять престиж рабочих специальностей. Эту работу будут продолжать. По словам губернатора, важно, чтобы первоклассные мастера своего дела чувствовали себя востребованными. Общество без рук, рук золотых, без светлой головы, без мастера большой буквы просто не существовать и развиваться тем более не может. Человек, который работает, его надо уважать, его сделать надо все, чтобы были все условия, чтобы он мог производительно работать. Лучшие в своем деле получают заслуженные награды, диплом и премию в 60 тысяч рублей. Поздравление заслуженных работников труда продолжилось в Самарском театре оперы и балета. Награды вручали профессионалам в самых различных сферах – в сельском хозяйстве, образовании, спорте, промышленности и машиностроении. Их честный и добросовестный труд – главная ценность, отметил губернатор Николай Меркушкин. Своим трудом все вы приможаете славу родным губерниям, подаете достойный пример молодому поколению. И мы видим, как эта трудовая ценность и стабильная честь, слава, доблесть возрождается. Возрождается в стране, возрождается у нас. Диплом и 500 тысяч рублей получает самая знаменитая трудовая династия Самарской области. Четыре поколения Потаповых трудятся на авиастроительном заводе «Кузнецов» со времен Великой Отечественной войны. Среди них – слесари, токари, экономисты. Общий трудовой стаж Потаповых – 304 года. Папа любил завод и нам всем, своим детям, четверым детям передал свою любовь к заводу. Мы пришли, пришли наши дети, пришли наши папины внуки и правнуки уже пришли. Это уже четвертое поколение. С наступающим праздником Первомая, который снова широко празднуется в городе и всей стране, поздравляют почетных граждан Самары и области, героев социалистического труда и полных кавалеров Ордена Трудовой Славы. Зал приветствует их стоя. Награды и почетные знамена получают руководители, которые создали на своих предприятиях хорошие условия труда, заботятся о здоровой рабочей атмосфере. Когда создаются комфортные условия, люди чувствуют стабильность, люди чувствуют, что ценят их труд, ценят их работу, а соответственно с большей самоотдачей спасают людям жизнь. Все профессионалы года Самары и области возглавят колонну парадного шествия 1 мая. Олеся Корецкая, Лариса Шалафас, Дмитрий Мешканцов, Григорий Плешаков. События. Выручка автоваза за три месяца этого года выросла на 20%. Сколько машин отечественного производства продали за это время, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! В конце недели цены на нефть резко пошли в рост. Баррель марки Brent стоит 52 доллара 5 центов. Валюта чуть подешевела. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 56 рублей 98 копеек. Евро 62 рубля 4 копейки. Золото стоит 2315 рублей. Серебро 31 рубль 98 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 57 рублей 7 копеек. Дороже всего продать за 56 рублей 81 копейку. Два миллиона россиян не смогут выехать на майские праздники за границу из-за долгов. Сейчас препятствием для выезда является неоплаченная задолженность, начиная от 10 тысяч рублей. В России может измениться порядок погашения потребительских кредитов. Заемщикам хотят разрешить оплачивать штрафы за неоплаченные вовремя взносы в последнюю очередь после погашения основной суммы займа. А выручка автоваза с начала года выросла на 20%. Машин продали на 46 миллиардов рублей. На этом все. Удачи в делах. Пожарная служба России отмечает свою 368-ю годовщину со дня образования. В этот день традиционно начальник главного управления поздравляет действующих сотрудников и ветеранов пожарной охраны. Также сегодня награждают и особо отличившихся, для которых подвиг – это обычное дело. На пожарных лежит главная ответственность за спасение жизни людей во время ЧП. На вооружении у спасателей – самая современная техника. Она помогает быстрее реагировать на вызовы, что в свою очередь сокращает ущерб и число пострадавших. Сегодня пожарный – это профессионал. Профессионал с большой буквы. Готовый в любую минуту прийти на помощь, выполнить все необходимое, чтобы помочь людям, оказавшимся в беде. На долю пожарных всегда, во все времена России, доставалось идти в первом эшелоне тех мероприятий, которые было необходимо проводить при возникновении сложных пожарных, техногенных аварий. Песни без мелодии, как и России, без цыган невозможно. В Самаре прошел концерт, посвященный Международному дню представителей вольно-любивой нации. Этот праздник в области отмечают уже третий год. Но впервые на сцене не только цыганские коллективы. Романсы свободного народа слушал Андрей Горгуленко. Гитары, романсы и цыганочка с выходом. На сцене весь цвет цыганской культуры. Среди выступающих коллективов и ансамбль «Бах», который с 99-го года радует своих зрителей танцами, наполненными цыганской страстью. Мы стараемся донести до людей, что цыганская культура не забыта, и пробуем ее продвигать дальше. Это кровь, кипящая, бурлящая, веселый народ, любящий танцы, песни. Международный день цыган в Самаре отмечается уже третий год. А идея праздника появилась еще в 1971 году в Лондоне. Тогда на Первом цыганском конгрессе утвердили национальные символы, гимн и флаг. В этот день вспоминают цыган, погибших во время геноцида, и напоминают, как важно жить в дружбе со всеми народами. Самое главное, что мы жили мирно бы и дружно бы, и чтобы не делили на нации, на разные земли и так далее. Есть одна земля, и есть одна нация, россиянин. В Самаре сейчас начинают понимать, конечно, встречают с радостью эти праздники, встречают, понимают. Самая главная задача наша – донести, чтобы жить в мире и в сотрудничестве со всеми народами. В этом году впервые на сцене не только цыгане. Свои танцы и песни представляют чуваши, армяне и русские. Главная цель – объединить культуру многонациональной России. Объединение не просто возможно, оно уже состоялось. Когда представители разных национальностей, коллективы разных национально-культурных центров исполняют свои национальные танцы на этом концерте, когда они, объединившись, решают общие задачи, сохраняя культуру народов многонациональной Самары. В Самарской области около 19 тысяч цыган разных этнических групп – русские, крымские, сервы, ловари, котлеры. И всех их роднит широта свободной души. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов, События. И Волга на Волге. Самар готовится провести молодежный форум Приволжского федерального округа. Юбилейная пятая встреча будет проходить с 14 по 24 июня в поселке Прибрежный. Заявки на участие подали уже 5000 человек. Это больше, чем в прошлом году. Регистрация завершится через две недели. Как проходит подготовка к фестивалю, узнаем прямо сейчас. Миром правит интерес. Это основа для всех проектов, которые представляют участники форума «Иволга». Чтобы попасть навстречу молодых и сообразительных, необходимо развить свою идею. Новую, интересную, с нестандартными решениями и реальной пользой для общества. Организаторы «Иволги» подчеркивают – мало придумать. Важно правильно представить свой проект, причем быть готовым к внезапным изменениям. Попробуйте дома, на своих родных, близких, друзьях, расскажите о своей идее, и тогда с каждым разом люди вам будут задавать вопросы, вы будете увереннее. Ваша презентация на форуме будет более предметной, более яркой, более конкретной. На форум «Иволга» уже подали заявки 5000 человек. Это больше, чем в прошлом году. К концу регистрации 15 мая организаторы ожидают, что на одно место будет до пяти претендентов. Форум будет проходить 10 дней. 10 смен с различными направлениями – инновации, культура, спорт, политика, предпринимательство, патриотизм. Важно постоянно быть в диалоге, не просто на телефонной связи, а именно встречаться с участниками потенциальными, понимать и по проектной деятельности, но и в целом по подготовке делегаций к форуму. У нас на территории каждого вуза располагаются, естественно, тоже консультационные площадки, которые возглавляют представители в этом вузе, которые курируют набор, как раз процесс подготовки проектов. Чаще всего побеждают проекты, над которыми работала целая команда. Если идея затрагивает сразу несколько сфер, и участники хорошо разбираются в своей теме. Но новичкам не стоит опускать руки, говорят организаторы. «Иволга» – это место, где победить может каждый. Олеся Корецкая, события. В Самаре пройдет исторический матч 7 мая на стадионе «Локомотив». На поле выйдут футбольные команды работников авиапрома и железной дороги в память о турнире 42-го года, который состоялся в военном Куйбышеве. Параллельно пройдет и турнир по мини-футболу. Кто с кем играет, решил жребий. Репортаж Алины Чемерис. Судьба футболистов решается легким движением руки. Команды, которые будут участвовать в мини-турнире, делят на две группы. Соревнования, которые пройдут в городе, 7 мая приурочены к исторической дате. В 42-м году на поле стадиона «Локомотив» сотрудники железной дороги сыграли в футбол с работниками эвакуированных авиационных предприятий. В суровые военные времена, как никогда, было важно показать, что люди полны сил и способны побеждать. Сейчас времена тоже самые легкие. И я думаю, что такое наше мероприятие, оно тоже в какой-то степени демонстрирует наш оптимизм и наше желание увидеть свет в конце тоннеля и преодолеть всевозможные трудности. Исторический турнир пройдет в городе в третий раз. Сотрудники самарских предприятий, студенты вузов, работники городской администрации участвуют в 8 команд. Некоторые уже не в первый раз. Спортсмены нацелены на успех. Победители ждут кубки, дипломы и призы от спонсоров. Думаю, из группы мы должны выходить в 100%, а там команды сильные. Вот из тут, естественно, самые сильные, наверное. Про остальных не знаю. Но думаю, в полуфинал мы точно выйдем. На протяжении всего года, собственно, мы тренировались. Я думаю, что это даст свои результаты. У нас немножко напугали, сказали, что сам губс прям бомба. Не знаю, посмотрим. Будем биться, это точно. Легкой жизни не дадим никому. Команды практически все знакомые. Уровень команд серьезный, сильный. Все команды достойны друг другу и будут бороться, в принципе, с первой до последней минуты на футбольном поле. Поэтому турнир будет очень интересным. 7 мая на «Локомотиве» пройдет и реконструкция матча 42-го года. Сыграют, как и 75 лет назад, сотрудники авиапрома и железной дороги. Организаторы обещают, спортивный праздник будет зрелищным и душевным. Алина Чемерес, Константин Головин. События. Ход конем в Самаре финишировали 12-е соревнование по шахматам среди инвалидов общественной организации «Десницы». За это время многие спортсмены стали настоящими мастерами этой умной игры. Как пожертвовать пешкой, чтобы спасти короля, теперь знает и Мариана Мирная. Шахматы не терпят суеты, говорит Галина Яндулова. Когда решаешь шахматные задачи, мозг активно работает. До сих пор идет спор. Шахматы – это искусство или спорт? Некоторые утверждают, что это нечто среднее между искусством и спортом. И они как бы залетают между небом и землей, как гроб Магомед. Я бы даже так сказала. Принято считать, что белые начинают и выигрывают, но спортсмены уверяют, это не так. Выйти на профессиональный уровень помогут тренировки, но в итоге побеждает тот, кому улыбнулась удача. Первенство среди мужчин проводится уже в 12-й раз, среди женщин – в 6-й. Многие из участников уже опытные мастера. Это не просто традиция. Наши постоянные участники, их много, они ждут это, с удовольствием участвуют. Потому что это игра не только ради того, чтобы выиграть. Это игра, которая позволяет общаться. Это игра, которая позволяет расширить круг своих связей, возможностей и так далее. Турниры проходят раз в год. В остальное время спортсмены усиленно тренируются, чтобы получить заветный кубок. Приз этот переходящий, но если кому-то удается завоевать его три раза подряд, награда остается у победителя. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События. Волонтеры чемпионата мира по футболу попробовали себя в легкой атлетике. В парке Гагарина они пробежали символически 375 метров. Дистанция выбрана не случайно. До старта Кубка Конфедерации осталось 50 дней. От Самары до Казани, где будет проходить этот турнир, 375 километров. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите Самарские новости спорта. Волонтер чемпионата мира по футболу Светлана Головина бежит символически 375 метров в парке Гагарина. Легкоатлетический забег посвящен Кубку Конфедерации, который стартует через 50 дней. Четыре дистанции, столько же и городов участников. От Самары до Казани 375 километров. Московский этап дистанции 1054 метра. Питерский 1767 и Сочинский 1866. Мы волонтеры чемпионата мира. Мы должны быть физически подготовлены. Я занимаюсь бегом, самостоятельно бегаю в парке, на тренажерах. Сама занималась синхронным плаванием около 5 лет. Следующее спортивное испытание команда самарских волонтеров пройдет уже в Сочи. Первую практику добровольчества они получат как раз на Кубке Конфедерации. Зона ответственности – так называемая «последняя миля». Самарцы помогут сориентироваться болельщикам в районе стадиона. Приехала поддержать волонтеров в этом нелегком деле посол чемпионата мира – паралимпиец Николь Радамакина. Пожелать ему дать и дать напутственные слова перед Кубком Конфедерации. Ну и, конечно, нужно насладиться бегом. Параллельно и с футбольными волонтерами свою стафету бежали любители и профессионалы легкой атлетики. Ежегодно эти соревнования посвящены Дню Победы. На старт по традиции вышли школьники и студенты из разных районов города. 4 километра разбиты на 14 этапов – от 160 до 800 метров. Лидируют на дистанции, как обычно, спортсмены Кировского и промышленного районов. Работают с дюшором, это современные пятиборья, легкой атлетики. В основном, поскольку у нас легкоатлетический манеж здесь, здесь уж так сложилось. За победу боролись 500 человек. Спринтеров и стайров тренеры ставили на разные дистанции. Спортивного чуда в этом году не произошло. Лидеры отстояли звание чемпионов. Это сборная команды Кировского и промышленного районов. Это все новости к этому часу. Больших побед вам. Удачи! На этом наш выпуск завершен. Мы рады сообщить вам, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова